Чё творим, бро? Меня зовут Сэр Гионис, и просто сразу же, просто сразу же, переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь, боди, ты же знаешь, твоё время Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я, как вижу, против песни, очень нравится быть под нами. Так что, скорее, вступай в мою Суприм-банду, чтобы известный пати на Ютубе. И также, сегодня со мной здесь снимает Настя. Привет! И Суприм-банда, вы просто не поверите, что сегодня я хочу сделать. Потому что, сегодня из Даркнета я хочу купить реальную маму. Только, вдумайтесь, банда будет полная жесть, потому что ранее мы уже покупали живых людей из Даркнета. Мы покупали из Даркнета мою новую девушку Веронику, клоуна-убийцу, собаку из Даркнета и даже Деда Мороза. И каждый раз, банда, происходила полная жесть. Вообще, каждый раз меня хотели убить. Что будет сегодня, я без понятия. Тем не менее, бро, давайте на это видео наберём 40 тысяч лайков. И тогда я в Даркнете закажу реального отца. Если заказал маму, то так же самое закажу и отца, так что будешь скорее ставь лайк. А так же, бро, подписывайся на наши с Настей инстаграмы. И в инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись, значит, запиши нам в директ и всё, жди. Уже все скоро мы ответим именно тебе, так что будешь скорее в ссылке в описании, ставь лайк. А мы в это время заказываем маму из Даркнета. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы, потому что уже пришло в имя входить в Даркнете и покупать ту самую новую маму. Тем не менее, банда, вот этот сайт в Даркнете, он называется Ваша Новая Мама. И описание этого сайта такое. Не устраивает ваша мама, так выберите себе новую маму по вкусу. Просто жесть, банда, только вдумайтесь в эти слова. Они реально очень стрёмные. Итак, первая, мама, манекен. Её глаза очень страшные, такие как будто они уже мёртвые. Как будто глаза трупа, банда. Это такая жесть. Окей, следующая, мама, призрак. О, это уже очень интересно, банда, что мистические, страшные. У неё глаза почему-то горят, реально стрёмно выглядят. И третья у нас, мама для всей семьи. Самая дешёвая мама. Фотография как будто скачена с обычного интернета. Просто какая-то злая мама. Окей, я думаю, нужно посмотреть маму призрака. Очень интересно, какое у неё описание. Это от банда, вот страница этой мамы. Ваша новая мама будет незаметна. Вы полюбите её с первого взгляда. Но будьте аккуратны, порой выходит из себя. О, господи, она даже может нас ударить. Советуется ночью закрывать её в подвале. Что это значит, банда? Это уже реально как-то ненормально. Ненавидит других мам. О, господи, банда, эту маму нужно реально только держать в подвале. И больше никуда её не отпускать. Она очень стрёмная. Даже мурашки побежали. Да, это реально жесть. Даже фотографию, просто посмотрите на эту фотографию. Она реально очень страшная. Окей, банда, возвращаемся назад на главную страницу. Ну и банда, что первая мама нам вообще не подходит. Она реально очень стрёмная. Это ещё и дорогая. Давайте посмотрим третью маму. Так, вот страница третьей мамы. Мама для всей семьи. Стоит нам всего лишь 750 долларов, что не так очень дорого для интернета. Итак, потеряли маму? Не беда. Новая мама уже готова приехать к вам домой. Это стрёмно. Это очень стрёмно, банда. Будьте аккуратны при первом знакомстве. Отвечайте на её вопросы. Выполняйте всё, что вам прикажет эта мама. То есть, если она вам скажет что-то ужасное, к примеру, убить кого-то, то мы должны будем это сделать, иначе она будет просто злиться. Это очень похоже на маму Чеслина Вурхиса. Иначе же она может выйти из себя. То есть, если мы это не выполним, то она нас просто бьёт. Окей, это стрёмно. Не любит маленьких детей. Очень любит готовить. Окей, это просто жесть, банда. Но прошлая, вторая, мама намного стремнее этой. Именно поэтому мы, наверное, закажем эту третью маму, самую дешёвую. Что ж, давайте будем её покупать. Итак, банда, я купил эту маму. Просто жесть. Здесь пишется, что она прибудет уже с минуты на минуту. Осталось совсем много, чтобы её дождаться. Такая жесть. Мне просто в это всё не верится. Это реально мама Старкнета. Господи, банда, подумать только мы заказали реальную маму Старкнета. И мне очень интересно, как же она будет выглядеть. Возможно, она должна быть похожа на кого-то из нас. Тем не менее, банда, она уже должна же не перейти с минуты на минуту совсем скоро. Так страшно, банда, просто. Это она. Господи, нужно срочно открыть, а то иначе она просто уйдёт. Это реально наша новая мама Старкнета. Господи, никого не видно. Окей. Посмотрите, это она, наша новая мама. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно. Вы так похожи. Спасибо. Вы брат и сестра? Нет, мы только живём вместе с соседями. Что происходит? Где они у меня волосы? Да, я согласен, реально странные. А вас как зовут? Просто мама. Просто мама, что? А вас как зовут? Меня зовут Сергей. А мне Настя. А вы где-то учитесь? Нет, мы нигде не учимся. В основном мы только снимаем видео, так работаем. Это мы всё исправим. Что это значит, Никита? Господи, банда, что происходит? Вы это слышите? Господи, она уже какая-то странная. Окей, может вы хотите пройти? Господи, мы так счастливы, что вы к нам приехали. Наша новая мама Старкнета. Очень уютная квартира. Правда? Так всё по-домашнему. Ооо. Так красиво. Вам правда нравится наша квартира? Очень нравится мне. Ооо, это отлично. Вы так мне напоминаете моего сына? Что? Ооо, мою дочь. С такими красивыми волосами. Ооо. А что произошло с вашими детьми? Когда-нибудь я вам расскажу эту историю. Очень длинная история. Ооо, хорошо. Теперь я ваша мама. Наша новая мама! Твоя новая мама! Моя новая мама! Мы теперь с тобой как братья и сестра. Ты чего? Ты разве не рада своей новой маме Старкнета? Я рада. Ооо, это отлично. Вы голодны? Я да, а ты? Да. Окей, тогда мы у тебя прийти на кухню и приготовить нам что-то. Серёжа, что? Что? Она какая-то странная. Так перестань, она хорошая. Посмотри, она готовит нам еду. Это же отлично, ты её практически не готовишь. Я не знаю, она трогает мои волосы постоянно. Перестань, всё будет хорошо, возможно. И просто понравился твой цвет волос, это нормально. И вообще, у меня есть своя мама. Не переживай, твоя мама об этом не узнает. Тем более, что это на время. Потерпи, пойдём к ней. Всё будет хорошо. Настя, не переживай, скажи ей, что мы её любим. Извините, что я так сразу начала вас недолюбивать. Ничего страшного, Настя. Мы сегодня только познакомились. Мы вас любим. Я вас тоже люблю. Посмотрите, папа, мы как настоящая семья. Но, Настя, мне не нравятся твои волосы. Что? Я хочу её, чтобы ты перекрасил. О, чёрт! Я не буду перекрасывать волосы. Если ты не хочешь перекрашивать волосы, ты будешь сидеть по-домашнему. Нет, я не буду сидеть дома. Ты будешь сидеть по-домашнему аресту, потому что мне волосы твои не нравятся. Но нравятся мне, Серёж, скажи. Она не будет красить, а ей нравится цвет волос. Тем более, она взрослая, она может сама решать. Сергей, ты тоже сидишь по-домашнему аресту. За что? Потому что мне не нравятся её волосы. Я их просто обрежу. Чёрт! Господи, не, 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 не. Что вы делаете, чёрт? Сергей, ты наказал. За что? Я же ничего не сделал. Иди мой посуду. Что? Какую посуду? Она чистая. Там ничего нету. Что происходит, папа, в этой неделе? О, Господи, что происходит? Это просто жесть. Иди мой посуду. Я не буду её мыть. Ты будешь мыть посуду. Нет, я не буду этого делать. Вы не заставите. Ты идёшь, Настя, в свою комнату. Какую комнату? В вас домашняя ареста. Какой домашний арест? Это моя квартира. Что вы делаете? Остановитесь. Мам, Господи, что происходит, папа? Домашняя ареста. Остановитесь, я не буду туда идти. Что вы делаете? Это не моя комната. Что происходит? Хочу делать, не хочу делать. Да будете вы делать всё, что я скажу. Настя, ты почему не перекрасила ещё волосы? Я не буду перекрасить волосы. Ты будешь перекрашивать волосы. Они мне не нравятся. Ну нет, мне нравятся мои волосы. Значит, тебя ждёт ремень. Без вы не можете меня. Господи, ну не надо, ну пожалуйста. Ай, 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 Серёжа. Господи, что здесь происходит? Зачем вы её бьёте? Ты почему вышла с ком? Потому что это моя квартира. Вы, блин, не бейте меня. Ай, всё, не бейте. Я всё сделаю, только не бейте меня. Господи, я помою всё, мама. Вы здесь, ребят. Я всё вытрула. Так, пожалуйста, больше не бейте нас. Господи, я всё сделаю, мама. Настя, ты почему ещё не перекрасила волосы? Пожалуйста, давайте их оставим. Вы мне сделаете всё, что захотите. Значит, едите суп, Барик. Да, хорошо, сейчас. Господи, Настя, она реально какая-то сумасшедшая. Просто же, что делать дальше? Я уже третий раз мою эту дыревку, банда. Это просто же, если я не знаю, что будет. Не будет страшно. Это только ваше начало наказания. Дальше будете квартиру убирать. Хорошо, мама. Какая же эта мама струнная. Вот здесь вятная и вот здесь вятная. Я всё помою, мама, только не бейте нас больше. Настя, ты суп доварила? Да, почти. Иди сильнее помай. Да, сейчас. Вы голодные? Нет. Кто? Значит, не хочет она обрезать волосы. Я их сама обрежу. Мама, как там мы будем уже есть? Сейчас насыпаю. Мама, в этом не забывайте, мамин суп, как и так заскучился. Просто жесть, а ну не ее для домашней еды. Да. Ты говорила, ну как она хорошая. Немного сыра, где ты времяешься, с этим ей супчик. Просто же с нее не веется. А наконец-то нам несут. Я в том же печенье, я там проголодалась с этой уборкой. Просто жесть. Спасибо. Господи, посмотри, как его много. Спасибо, мама. Спасибо. Это так круто. Ты чего? Какой-то странный суп. Переставь, он вкусный. Давай, ешь. Не выдумывай ничего такого. Мама старалась. Да, хорошо. Давай. Ух, мама, спасибо. Это был очень вкусный суп. Я такое еще в жизни не ел. Я так объелся, Настя. Просто жесть. А я тоже. Ух, так хорошо. Ты чего, Сережа? Ай, Сережа. Сережа. Эй, Настя. Эй, Настя. Эй, Настя. Настя, ты как? Эй, Настя, чнись. О, господи, что это за волосы? О, черт, Настя. О, господи, она обрезала тебе волосы. Просто жесть. Я в шоке сам. Она реально это сделала. Мои волосы. Мои волосы. Как бы вообще оказалась в спальне? Неужели она сюда занесла? О, господи, что вообще произошло? О, черт, твои волосы. Она реально их очень много обрезала, Настя, только не это. Мне просто в это не верится, банда. Вы это видите? Такая жесть. Она просто обрезала волосы Насте. Погоди. У меня же стоит сковнар скрытого наблюдения. Мы же посмотрим, что она делала. Давай быстрее посмотрим. Господи, банда мне все еще не верится в то, что произошло с Настей. Просто посмотрите на это. Она реально отрезала волосы. Тем не менее, банда, давай теперь посмотрим по камерам видеонаблюдения, как всё происходило. Итак, вот, посмотри, она ссорится с нашим оператором, с нашим другом. О, господи, что она делает? Она просто его пьёт, вы это видите? О, господи, неужели его выгонять с нашей квартиры, посмотри. Она реально его выгоняет с квартиры. Она пьёт его ремнём так же самое, как и нас. Такая жесть, банда, мне всё ещё в этом всё не верится. Она реально какая-то сумасшедшая. Окей, куда она возвращается? Она идёт обратно к нам, ты видишь это? Я вижу. Что она делает, на что ищет? Просто жесть, банда, что это такое? Мне всё ещё в это всё не верится. О, посмотри, она начинает тащить тебя. Похоже, именно так мы оказались в спальне, она с поднём перетаскивала. Хотя, на виду, она хрупкая женщина, а тут вдруг такая сила появилась неоткуда. Просто жесть, посмотрите, как она потащила Настю. О, господи, похоже, она тебя сейчас реально перетащит в спальню. Такая жесть, банда, мне просто в это всё не верится. Она реально какая-то сумасшедшая. Окей, вот, посмотри, она ложит её в спальне. О, господи, похоже, именно здесь на тебя и трезала волосы. посмотрите на эта банда! О, господи, что вообще происходит? Что с ней не так? Почему она такая странная? Окей, вот, посмотри, она подходит тебе и у нее сзади нозницы! О, господи! Посмотри на это! Подтаскивай тебя, чтобы ей было легче резать! Такая жесть, банда! Вы это видите? Мне просто в это все не верится! И начинает отрезать тебе волосы! Посмотри по тени! Она реально режет тебе волосы! Ты видишь это? Такая жесть, банда! О, господи! Что с ней не так? Прямо по тени она вырвалась! Она вырвала волосы и выбросила их! Просто жесть, банда! Вы видите это? Такая жесть! Как ты вообще не пришел в сознание? Она же тебя там трогала! Как я не пришел в сознание? Как мы вообще вырубились? Неужели она нам что-то подлила в тот суп? Как раз как ты отошла! Просто жесть, банда! Она реально какая-то ужасная женщина! Посмотрите, она реально отрезает волосы Насте! Мне просто в это все не верится! Вы видите это? О, господи! Она их просто выбрасывает! Она очень много отрезала, банда! Окей, что она делает? Куда она уходит? Просто жесть, вы видите это? Она куда-то ушла! Возможно! Посмотри, вот она реально идет ко мне! Такая жесть, банда! Вы видите это? Теперь она берет меня и будет меня сейчас тащить! Просто жесть, что происходит! Господи, вы видите это, банда? О, чёрт! Мне просто в это не верится! Она меня даже потащила! Вы видите это? Просто жесть! Я реально большой! Она меня потащила! У меня реально огромная сила! Окей, куда она меня тащит? Похоже, в спальню! просто 6 по даме в это все не верится все еще я спал не видите это что она делает она меня гладит но зачем она на себя на слеза почему так зачем она тебя ругает похоже на явно меня позже любит посмотри я прихожу в сознание она просто уходит видеть эта банда она уходит закрывает дверь и вот я пришел сознание только что господи смотрю что на тебя вырублено я беру камеру просто 6 под а вы это видели она реально очень странная господи нас и посмотри это она рука просто шесть о господи отпустите нас вы по домашним арестом я вас не выпущу что вы несете вы даже не наша мама уходите отсюда вон уходите отсюда пожалуйста дайте еще один шанс нет я буду хорошей мамой проваливайте вы очень плохая мама я буду хорошей мамой нет уходите больше не возвращайтесь сюда вон быстро о чёрт банда это просто жизнь мы наконец-то его выкинули банда вы помните 40 лайков мы заказываем от застар гнета так что скорее ставь лайки банда вот комент из прошлого видео просто есть шикарные и идеальные комментарии а брось вдруг ты хочешь попасть в следующее видео всего чтобы опуститься ниже нажать лайк колокольчик и все про то же новое видео ставь лайк о коментах на видео бандит и так же будь подписывайся чтобы снимать мою супри банду и помни одно оставайся к вам шикарным пока пока